Гордостью собрания в музее считают произведение голландского искусства XVII века. Венера с голубями, знаменитого Морельсе, полна многозначной символики. И без сомнения заставит остановиться и долго рассматривать детали. Написано на дереве, отреставрировано. В залах музея в иное время ее не увидеть. Пейзажный жанр представлен классически выстроенным пейзажем со стадом, предположительно мастера Бота, и наполненным пантеистической торжественностью пейзажем с оленем, неизвестного художника Круга Ван Рейстеля. Мы всегда гордимся такими выставками, потому что сделать их необычайно сложно. Ведь не секрет, что практически все музеи показывают лишь малую толику своих сокровищ. От одного до пяти процентов своей коллекции. Так и в нашей постоянной экспозиции представлено около тысячи вещей. А владеем мы коллекции более чем 12 тысяч подлинных произведений искусства. Многие сюжеты, которые стали популярны в 18 веке, когда с реформами Петра I пришла не только политика и экономика, но и искусство Западной Европы, вышный декоративный характер искусства 18 века передает натюрморт с птицами неизвестного художника. Кстати, он ни разу не был показан широкому зрителю. И сейчас впервые демонстрируется после реставрации. А искусствоведам музея изучают символику, изображенного здесь, разгадывая каждый образ. Каждая работа европейского художника, созданная в прежние века, несет для нас очень много тайных смыслов, загадок, символики. Потому что действительно все работы, они настолько символичны и непонятны часто современному зрителю, незнакомому, допустим, с античной мифологией или какими-то средневековыми сюжетами. Западноевропейские художники ориентированы, конечно же, на историю искусства, начиная с античных времен, эпохи Возрождения и так далее. К той же эпохе принадлежат служившие украшением интерьера досюда порты с образами античной богини Венеры. Романтические настроения середины XIX века отражены в сценах борьбы человека с бушующей стихией или, напротив, в идиллических и полных созерцательности пейзажных мотивах. Увлечения художников второй половины XIX века разновременными историческими мотивами иллюстрируют произведения Мея, Бакаловича и Савини. Пиететом к искусству старых голландских мастеров проникнуто творчество живописцев второй половины XIX века – Шабрие и Бартельса. Несомненно, внимание зрителей привлечет изысканный портрет итальянской певицы Аделины Патти, выполненный представителем австро-венгерского искусства начала XX века Эбертом. Интересны работы художников салонного академического направления XIX века, которые были наиболее востребованы в свое время. Они украшали интерьеры, они пользуются особой популярностью у неискушенных зрителей. Женские головки, различные пейзажи, жанровые сцены – это всегда очень любимо зрителя, всегда очень популярно. И вот на нашей выставке вы можете увидеть множество таких обращений. Кстати, большинство таких салонных работ поступило к нам в 80-е годы из коллекции генерала Крестьянинова. В состав выставки вошло более 50 произведений живописи, рисунка декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Многие из них прошли серьезную реставрацию и экспонируются впервые. Многие получили новое авторство или уточнение сюжета. Именно поэтому выставка является важным этапом в изучении и популяризации собрания Западноевропейского искусства музея. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».